МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С весов хватает хлеб. Это голос заставляло. Люди уже не выдерживали. Потом здесь прям такая давка началась. Хлеб с весов взяли, там другой мужчина кто-то подошел. Этот другой хватает. Они потом на пол упали, друг у друга выхватывают. А я не знаю, что делать, у меня ничего не остается. И вот так было несколько раз. И дошло до того, что уже люди кушали своих деток. Пришла мамина подружка. На комодике лежали наши продуктовые карточки. И она их взяла. И вот здесь всех нас подкосило. Папа скончался. И целую неделю лежал в коридоре, в прихожей. Нет кому было даже вынести его. Моя тетушка Матрёна Степана, ну, мы ее просто называли тетя Мотя. И вот мама говорит, иди скажи, что папа умер. И я шла целый день. И вот я иду потихонечку. Одна машина проходит, вторая машина. И смотрю, сваливаю. Я сначала подумала, дрова или что такое. Вот так головку подняла. Вся площадь была уложена покойниками. А когда пришла к тетушке, она на втором этаже жила, смотрю через окошечко, прямо вот чуть ли не до второго этажа, уже вот эти были все наложены. И один мужчина, он все говорил, Матрёна Степановна, ты от меня никуда не уйдешь. Ты будешь моя. А что у него уже, вот знаете, машина уедет, вторая машина уедет, он берет ножичек, сумочку, тряпочку, идет и вырезает мягкие места. Потом варил, кушал и других угощал даже. Но потом уже мне вот моя тетушка сказала, хотя он и кушал человеческое мясо, но все равно он умер. Потом нас эвакуировали через Ладожское озеро, нас везли, и я уже тогда сама ослабла очень. И у меня было отморожение. На каждой остановке приходили врачи, санитары, скорые помощи приезжали, машины, и всех уже мертвых и безнадежно больных, слабых увозили. В Орехове-Зуеве положили нас на одни носилки, и Ниночку, и меня, и мама сдала нас двух покойниц. Пролежала я там три месяца. На правой ножке у меня пальчики ампутировали, хотели и на другой, и даже на руках. Но как-то все это отошло, меня выписали. Но опять куда ехать? Я говорю, а где же моя мама? Вы знаете, в этот день, к вечеру, главврач получает от мамы конвертик. Ладьяна спрашивает, жива такая-то девочка или нет. И когда мне сказали, что это письмо от мамы, я слезы, конечно, я к маме, к маме хочу. Привезли в Краснодар. А станцию Тихорецк она не написала. Я проехала станцию. Опять меня обратно на второй день в Тихорецк привезли. А станцию-то опять проехали. Весь вагон подходит, спрашивает. Узнали, что девочка блокадница. Маму разыскивает. Мне что несут, кушать. Я уже кушать не хочу. Скорее бы только к маме. И вот, вы знаете, промысл божий. К проводнице подходит одна женщина и спрашивает, а куда эту девочку везете? Она говорит, да вот поручили, вот конвертик. Она читает. Говорит, я туда еду. Когда мы пришли в ее хату, меня сразу уложили, там попить, покушать дали. И вдруг слышу какой-то шум, плач. Не могу понять, что-то на меня падает. И глава открывает, передо мной мама. Немного прошло времени, немцы пришли. А уже слышим, там и расстреливают, и веселятся. Кого на кострях жгут? Кто в Германию уезжает? Мама говорит, ни в коем случае, ни в какую Германию. Лучше пускай, говорят, нас повесят, чем в Германию поедем. И немцы отступили. Пошла потом эпидемия, сыпной ТИФ. Мама заболела и там скончалась. Нас сдали в детдом. Из детдома нас в Ленинград. В 44-м году мы уже вернулись. Опять в свой родной Ленинград. И я помню, была один раз в семинарии на Рождество. И отец Александр говорит слово. Дорогие мои, сегодня такой великий, спасительный праздник. Господь сошел на землю, где Он родился. В ясельках и вахвы принесли дары. Смирну, Ладан, Ливан. А что мы принесем Господу? Я тоже стою. Боженька, что я тебе принесу? Возьми меня, я сама себя тебе даю. Устрои меня в монастырь. Радуйся, глубину неуполимая. Радуйся, глубину неуполимая. Радуйся. 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 Продолжение следует...